Первых 100 миллионов кубических метров природного газа из Соединенных Штатов уже поступают полякам на кухню и в пить. 8 июня 2017. Исторический день. В польский порт Свиноусьце входит первый американский танкер со сланцевым сжиженным газом. Этот танк прибыл в Польше и в Соединенных Штатах. Такое еще несколько лет назад казалось невозможным. Вполне вероятно, что именно так выглядит начало конца монополии российского Газпрома в Европе. Именно здесь, на берегу реки Свины, построили хранилище для сжиженного топлива. На прошлой неделе поляки отказались от российского газа под предлогом, внимание, его низкого качества. Как отказаться от российского газа и шантажа, который неизменно прилагается к топливу, давно ломали голову из страны Балтии. Брюсселе действительно подписали архиважный для стран Балтии документ о строительстве европейского газопровода из Польши в Литву. Это кадры октября 2015 года. С виду обычный строительный проект еще одного газопровода. Но на самом деле шанс на энергетическую независимость. По сути, западный мир подписал окончательный бракоразводный процесс с Газпромом. Однако развод быстрым не получается. Реализация проекта откладывается до 2021 года. Из-за такой задержки Литва получает от ЕС помощь 58 миллионов евро. 130 тысяч долларов США ежедневно. Такая плата за энергетическую самостоятельность Литвы. Именно столько стоит аренда суднохранилища терминала сжиженного природного газа. В ожидании газопровода из Польши Литва арендовала терминал и частично перешла на сжиженный природный газ из Норвегии. Буквально сразу после появления судна в Клайпеде случилось чудо. Газпром скинул цену на 23%. Мы видели, что другие страны получают этот газ дешевле. Видели мировые тенденции и понимали, что Газпром пользуется ситуацией без альтернативности и продает нам газ дороже. Сегодня Литва имеет все возможности продавать сжиженный газ Латвии и Эстонии. Это лишает РФ возможности давить и на эти страны. Литва сейчас фактически стала транзитером сжиженного газа в Балтику. Литва фактически стает монополистом на поставку западного газа в регион. Теперь же на газовом рынке замаячил еще один конкурент самой духовной – США. Мы должны сосредоточиться на том, как доставить наш газ, американский природный газ в Европу нашим союзникам, чтобы они не зависели от России. В России заметно занервничали, закричали о торговой войне и меркантильных штатах. Выясняется, что за трепетной заботой о союзниках в Европе стоит банальная жажда наживы. Где спятые видят, как бы заставить Европу покупать не российский трубопроводный, а свой сжиженный газ, который американцы готовы вести своим друзьям-европейцам на танкерах через всю Атлантику. Экспорт американского газа стал возможен благодаря сланцевой революции. США стали добывать огромное количество дешевого природного газа. Это, скажем так, демонстрация возможностей Соединенных Штатов и ее технологий. И возможность, опять-таки, для европейских стран снижения зависимости от российского газа. Дешевого газа в США стало так много, что его просто необходимо экспортировать. Однако, чтобы доставить газ в Европу или Азию, нужны специальные терминалы. Топливо необходимо сжижать, а после разжижать. А это существенно повышает стоимость. Газпромовский газ сейчас стоит в районе 130-170 долларов за тысячу кубометров. А тот, который производят американцы, от 210. И пока россияне твердили, что такие поставки невозможны, Соединенные Штаты строили по всей Европе приемные терминалы. Посмотрите. Вот терминал в Испании. А вот бельгийский. В портовом городке Зебрюге. Всего же американцы построили в Европе, внимание, 21 терминал и вложили в это колоссальную сумму – 60 миллиардов долларов. Поставлять газ в Португалию, Испанию и Италию США начали еще в прошлом году. Пока никакой существенной конкуренции Газпрому нет. Но вызов уже брошен. В большей степени этот вопрос носит политический характер. Однако нужно понимать, что это также окажет ценовое давление на Россию. Если у европейцев будет альтернативный источник газа, они смогут использовать это в качестве рычага влияния на российских поставщиков. Пока цена сжиженного американского газа выше, чем у «Газпромовского». Например, в сентябре 2016-го Испания купила американский газ за 204 доллара за тысячу кубометров. В декабре – 239 долларов. В Европе цены на газ в то время составлялись 180 и 220 долларов за тысячу кубометров. Если же конфликт будет более горячим, мы сможем наблюдать и политическую цену с дотациями для стран, которые отказываются от российского газа. Они демпингуют, они снижают зависимость стран Европы от России. Для России сейчас газовая зависимость Европы – это единственная возможность давить финансово и политически на их страны с моментом приятия, либо, наоборот, неприятия российских каких-то условий. По версии кремлевских лизоблюдов, американцы занимаются чистым безумием и терпят неслыханные убытки. Американцы готовы на все, чтобы опередить Россию, но пока потери у них больше, чем прибыль. Тем временем, многие эксперты уверены, что если в США взялись возить жиженый газ, можно быть уверенным. Они знают, как это сделать и как на этом заработать. Если Америка это планирует, у нее есть возможность воплотить это в жизнь. Важно, чтобы Европа сохраняла спокойствие. Чисто коммерческие интересы США здесь сходятся с интересами политическими. Скорее всего, американский газ не сможет заменить российский полностью. Тем не менее, любимая практика газового шантажа останется в прошлом для страны духовных скреп. Монополии Кремля приходит конец. Доминированию Владимира Путина уже пришел конец, потому что и цены упали, и диверсификация на европейских рынках уже состоялась. Крики российских пропагандистов перешли в истерический визг после 2 августа 2017 года. Обязательные санкции, включая этот закон, затрагивают энергетический сектор, финансовый сектор, разведку и оборону. Напомним, Конгресс США практически единодушно утвердил новый закон о санкциях против РФ. Президент Трамп, недолго думая, подписал законопроект об антироссийских санкциях. Одно из ключевых заданий новых санкций – остановить строительство российского газопровода «Северный поток-2». Его собираются проложить по дну Балтийского моря в обход Украины прямо в Германию. Украина теряет вот этот ключевой момент. Это моменты заработка, это моменты политического давления на руководство российских. Против строительства «Северного потока-2» выступила Польша и Литва. Он может навредить не только Украине, но и подорвать энергетическую безопасность Европы в целом. То есть шантаж будет оставаться, заламывание рук будет оставаться, и, по сути, ничего нового они не получат. Да, они потратят несколько миллиардов на это строительство, компании на этом заработают, подрядчики на этом заработают, лоббисты и политики на этом заработают, но и европейский покупатель будет получать все тот же российский газ, просто по другому пути. За свою газовую дубину РФ намерен обороться до конца. Действия США там пафосно назвали торговой войной. Россия объявлена полноценная торговая война, об этом Дмитрий Медведев написал в своем фейсбуке. По его мнению, новые санкции положили на конец с надеждой на улучшение отношений. Говоря о новом конкуренте на газовом рынке, Киселев ТВ исходит желчью. США собираются наказывать немцев вроде за то, что Крым наш, но на самом деле подоплека меркантильна. Особенно напирают пропагандисты на то, какие потери понесет немецкий бизнес, участвующий в строительстве Северного потока-2. Вводя новый пакет ограничений, Конгресс США вряд ли задумывался о реакции Евросоюза. А ведь именно Европы последствия санкций коснутся в первую очередь. Американский газ не единственный конкурент Газпрома. Помимо Норвегии, поставки сжиженного газа в последнее время стал наращивать Катар. В ближайшей перспективе к ним могут присоединиться Азербайджан и Австралия. Мы видим, что Российская Федерация не может уже так шантажировать Европу, как ранее. Понимая это, Россия всеми силами стремится достроить к 2019 году газопровод Северный поток-2. И этим закрепить монополию на поставки газа в Европу. И снова трубы пройдут в стороне от украинских территорий. Газ будут доставлять напрямую в Европу из Выборга, по дну Балтийского моря. В любом случае, так вольготно на газовом рынке, как еще совсем недавно, Россия уже не будет чувствовать себя никогда. В 2015 году Украина полностью отказалась от поставок газа из страны-агрессора. Газпром потерял заказ на 20 миллиардов кубометров топлива и 5 миллиардов долларов. Однозначно Россия ощущает потери, потому что Украина был самый большой заказчик. Но она не потеряла ее полностью, потому что нужно признать, что часть российского газа, он действительно идет в корзине, в пакете этого газа, который Украина покупает, но там от других компаний. Кроме того, потребление газа в Европе постоянно сокращается. ЕС то и дело внедряет программы повышения энергоэффективности. Развиваются возобновляемые источники энергии. Одним из главных фрагов Российской Федерации сейчас есть прогресс. Прогресс, который помогает уменьшить издержки на отопление. Прогресс, который позволяет заменить газ другими технологиями. Только за последние 5 лет потребление Европейского Союза упало примерно на 1000 миллиардов кубометров. Именно «Газпром» сейчас фактически выступает лоббистом от неприятия пен, определенных, скажем так, технических новшеств. Пытается заблокировать развитие альтернативных источников энергии. Соединенные Штаты Америки бросили вызов российской газовой монополии в Европе. Первые поставки американского сжиженного газа вызвали у самой великой настоящую панику. И дело даже не в потере денег, а в том, что уже сегодня РФ стремительно теряет рычаг политического давления на Европу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова